Добро пожаловать в Княжество Монако На заключительный турнир второго сезона европейского покерного тура И пяти Монте-Карло гранд-финал Первый день турнира и нам представляют участников телевизионного стола Датчанин Деннис Скаруп Его стек уже меньше стартового, 8950 фишек Швед Томас Петерсон Чуть меньше 10 тысяч у него Лис Лью, известный игрок из Соединенных Штатов, профессионал Уроженка Вьетнама Известнейший датский профессионал Тео Йоргенсон Худший стек у него, как мы видим А вот Дан Петерсон, тоже сильный датчанин У него хороший стек Норвежец Стейн Гудерстад И еще один норвежец, у него больше 30 тысяч Эдгар Шерволд И вот представитель России Александр Кузьмин У него стек в два раза меньше стартового, примерно Довольно известный кэш игрок из Санкт-Петербурга Играет по высоким ставкам и в онлайне в том числе Блайнды у нас 75-150 И смотрим первую раздачу Травмированный Тео Йоргенсон Собирается, похоже, напасть с Туз-4-3 Это не тот игрок, который будет долго высиживать с коротким стеком Он предпочитает быструю игру Да, решает сразу Или набить стек, как говорят Или опуститься на дно Пока не встречает он сопротивления Балет 9, одномастная Тоже отправляются в пас Неожиданное решение для игрока на батоне Но вот Лис Лью, конечно, сыграя Туз-10 Вопрос только как Просто кол, я подозреваю, так и есть И противники смотрят флоп Очень интересный флоп Попадает Туз Любопытно посмотреть, как разыграют они Эту раздачу У Лис Лью, как мы видим, лучшая рука Но не очень большой у нее кикер А Тео Йоргенсон рейзил с ранней позиции Поэтому ей будет, возможно, нелегко калировать несколько ставок противника Йоргенсон атакует И вот жительнице Калифорнии предстоит принять непростое решение Судя по всему, все-таки она собирается остаться в этом банке И она делает рейс Любопытно Не собирается ли она сбросить руку, если Йоргенсон поставит аллын? Да, интересный момент Йоргенсон, похоже, просто доставляет, хотел бы сказать Нет, делает рейс Михаил был совершенно прав Вот теперь решение предстоит еще более сложное принять Лис Лью Йоргенсон, безусловно, показывает сильного Туза, как минимум Может быть, даже Сет, Тузов или Королей И Лис Лью в такой ситуации бьет только блеф С другой стороны, блеф достаточно вероятен от такого игрока, как Тео Йоргенсон Который очень агрессивный и остался с коротким стэком в начале турнира Очень заманчиво все-таки остаться в этом банке Пытается прощупать Лис Лью Йоргенсона, но с тем же успехом она могла бы осмотреть бетонную стену Отличная игра Йоргенсона, и он выигрывает этот банк Правильная игра, скорее всего, от Лис Лью Хоть она и была старше в этой раздаче, но очень часто ее рука будет безнадежно отставать Совершенно верно, а Йоргенсон Немножко увеличивает свой стэк, но все равно он далек от комфортного И не очень весел сам Йоргенсон Возможно, он предпочел бы вылететь в этой раздаче И отправиться играть в свою любимую Амаху на наличные Не исключено Блайн у нас прежний, 75-150 Эдерсон сбрасывает Сосед присоединяется Вот 5-4 Коннекторы так называемые Шевелл чип-лидер Он оказывает давление на стол Делает рейс довольно слабой рукой, которая, впрочем, перспективно может усилиться Пока ему это удается Ну, здесь Может быть, найдет коса на камень Нет, сбрасывает Йоргенсон Причем в открытую И Шевеллд забирает банк без боли Ну, точнее, не банк, а блайнды Блайнды у нас те же Следующая раздача 7-2 Отправляются в пас, разумеется Очень скандинавский стол В первых сезонах европейского покерного тура Скандинавы просто доминировали Очень много шведов было Здесь мы видим много датчан Норвежцев Немного, немало трое датчан за столом То есть треть участников стола Это датчане А скандинавов и вовсе больше половины Не надо нервничать, говорит Тео Йоргенсон Своей сопернице Но та вроде бы и не собирается Как-то сильно давить Делает стандартный рейс с малого блайнда Рука у нее неплохая А у Йоргенсона рука просто отвратительная Вот и Йоргенсон говорит о том, что Ну в последний раз тебе позволяю Своровать мой блайнд А больше пощады не жди Ну я думаю, что это угроза Скорее пустая Сотрясение воздуха Слишком уж слабая рука была у Йоргенсона 9-8 Коннектора так называемая Все равно отправляются в пас 9 валет достигает та же участь Чип-лидер не склонен излишне рисковать Да, М4 уходит в пас Серия пасов И вновь очередь доходит до Лью И вновь похожий Лиз Лью Столкнется в этой раздаче с Йоргенсоном У Лью Баттон Одномастные коннекторы Она делает рейс Ну что ж, посмотрим Выполнит ли Йоргенсон свою угрозу Нет Далек он от этого, слишком слабая Вновь у него рука Да и нет большого смысла в защите малого блайнда А вот Педерсон на большом Может и повоюет Тоже рука не самая лучшая Педерсон 6-4 одномастная Но он делает ререйс Так называемый три бет Потому что Лиз Лью очень активно Себя ведет в последние несколько Может быть минут, раздач Может быть часов, кто знает Ну да, и в такой ситуации игроки Ну не верят, что каждый раз Игроку заходит хорошая рука для рейса В общем-то Педерсон прав Возможно, весьма интересная раздача Если Лиз заколировала Каждый игрок бы считал Что у него очень плохая рука Но не нашла в себе силы Американка уравнять И Педерсон забирает небольшой банк Да, хороший ререйс Можно сказать в каком-то смысле стандартный Но не у многих игроков Хватает мужества на такую вот стандартную игру Обратите внимание, Денис Такая командная игра Сборная Дании Один запугал, другой переставил И собрал фишки На подхвате, как говорится Вот мы видим Грега Реймера Чемпиона мира 2004 года У него сейчас средний стэк Ян Бубли Ян Бубли завсегдатый В турнирах европейского покерного тура Очень неплохо он в них выступает А вот и Патрик Антониус Знаменитый игрок По большим ставкам на кэш Великолепный кэш-игрок Но практически не показывает он хороших результатов в турнирах За небольшим исключением А вот нам представляют список игроков На счету которых По два финальных стола турниров европейской покерной серии Отрадно, что среди них и наш Кирилл Герасим Естественно, это статистика первых двух сезонов ЕПТ Сейчас, в 2009 году, лидирует Лука Пагана По этому показателю Возвращаемся на телевизионный стол Блайнды, как мы видим, немножко подросли 100 и 200 Ну а состав стола прежний Никаких новых лиц мы на нем не видим Очередная мусорная слабая рука отправляется в пас Чип-лидер также избавляется от еще худшей руки А вот Александра Кузьминатус валет И он делает рейс Здесь, как мы видим, игроки не склонны излишне рисковать Не пытаются они перехватить инициативу Можно даже в некотором приближении сказать, что играют по карте Вот Педерсон призадумался и решает все-таки побороться в этом банке Уже очень маленький рейс сделал Кузьмин Это был мини-рейс, минимально допустимый правилами покера Во флоп никто не попал из игроков И если уж говорить о том, что кто-то попал, то все-таки скорее Кузьмин Поскольку на флопе две трефы, а у Кузьмина трефы есть Теперь Кузьмин усиливается до пары валетов Педерсон продолжает чекать Трудно пока понять, что может удержать его в этой раздаче Вот особенно после ставки Кузьмина Но он, похоже, собирается блефовать на этот раз Делает большой рейс Ну что ж, десятка ему поможет Ну, может быть, изображает даму Непростое решение Предстоит принять Александру Но все-таки Пол здесь не думает, что будет большой ошибкой Трудно поверить, чтобы такой агрессивный игрок, как Педерсон Пропустил две возможности сделать ставку И на флопе, и на терне Поэтому его чекрейс на терне выглядит достаточно блефово Афишек у Александра не так много, и он ставит аллын Мне кажется, что немножко ошибся здесь Педерсон В том смысле, что не учел размер астека россиянина Теперь что ему делать? Неужели Педерсон собирается уравнять? Это возможно только в одном случае Если он считает, что у Кузьмина Какое-то мелкое флеш-дрон 7-5-3, например Да, только в этом случае Нет, но все-таки похоже, что он просто скинет Так и есть Все-таки ничего у него не было Ну и Александр Кузьмин заслуженно выигрывает этот неплохой банк Неплохо Он указал на место агрессору И продолжает борьбу в турнире Лайн до прежней 100 и 200 Король 10 сбрасывает То Йоргенсен И правильно, потому что у Педерсона туз Король Ну вот сейчас нет никаких сомнений в том, что Педерсон активно зайдет в эту сдачу Активным коллом заходит Педерсон Оказался лже-пророком Вот так он играет совершенно непредсказуемо Со слабыми руками делает рейзы сильными колы Похоже, намечается у нас большой мультипод Зашел Гудерстад Зашел Шервалд Педерсон А вот Лис Лью может сделать сейчас рейс И это будет очень неудачный момент для рейза И, видимо, она это прекрасно понимает Судя по ее грустному выражению лица Но рейс с такой сильной рукой после четырех лимперов Она давать, скорее всего, обязана А вот теперь Важный момент Этого, полагаю, и ждал Педерсон Что кто-то все-таки не выдержит и сделает рейс Ну, понятно, что всех он практически выбивает из этого банка За исключением Лью Нередко так играют с тузами, с королями Несколько реже стуз король Ни одну из этих рук Лис не бьет Но стэк у нее не такой большой И она вынуждена уравнивать ставку Педерсона И пытаться поймать даму, чтобы не вылезть Пока Это не удается План не работает Впрочем, флэш-дро вполне может помочь американке И флэш закрывается на терне Без аутов остается Педерсон Бессмысленная для него тройка на ривере Хорошо он сыграл эту раздачу Но, к сожалению, лишился почти всех своих фишек А Лис Лью удвоилась Вот так вот бывает в покере Хорошая игра не вознаграждается А совсем наоборот Ну, теперь, скорее всего, придется в ближайших раздачах И Тиолын Педерсону Посмотрим, может, ему повезет Не просто в ближайших А сразу же двигает он остатки своего стэка в центр стола У него осталось чуть больше трех больших блайндов У него еще и сильная рука для такой ситуации Туз-8 Не исключено, что он сумеет забрать блайнды Учитывая, что на большом блайнде Йоргенсен, я думаю, что он уравняет здесь с любыми Ну, тем более с такими Ну, и, похоже, уже даже не минуты, а секунды Педерсон в этом турнире сочтены И сразу показывают восьмерку, но из-под нее открывают даму На мгновение Педерсон подумал, что он впереди Но его соотечественник перекупил его дамой на флопе Ну, и, в общем-то, совершенно очевидно, что все Педерсон заканчивает свое выступление в этом турнире Пал он от руки своего соотечественника И покидает соревнования Ну, а Йоргенсен немножко поправил свои дела Показывают нам казино Монте-Карло, другие столы, очень большой этот турнир Каждый из участников заплатил по 10 тысяч евро Некоторые, впрочем, меньше, но они отобрались на pokerstars.com Да, напомню, что первый приз в этом турнире составил 900 тысяч евро То есть примерно на треть больше, чем в турнире первого сезона Растет популярность этого соревнования, безусловно Шевелл сделал рейс 10-6 Однако у Александра Кузьмина туз дама И, скорее всего, он будет переставлять бывшего чип-лидера Как мы видим, стэк норвежского игрока уже существенно уменьшился Логичная игра представителя России Интересно, как много людей останется в банке Думаю, что двое Может быть, я и не прав Сбрасывают все И, таким образом, все-таки в банке двое Я бы, конечно, предположил, что один Все-таки уравнивать 3-бет с 10-6 одномастными Игра, мягко говоря, не лучшая Но норвежцы очень редко выбрасывают на 3-беты Мы уже имели возможность в этом убедиться Да, может быть, я несколько самонадеянно решил, что останутся двое Но тут вот попал И снова, как мы видим, Кузьмин, не найдя совпадений на флопе Пропускает свою возможность забрать банк блефом И теперь на терне норвежец ловит флэш-дро Теперь у него есть 32% И его применяют, так называемый, полублев Делают приличную ставку Ну и забирает банк Мне кажется, Александр мог забрать этот банк на флопе Своевременной ставкой А так он поделился фишками с противником Продолжается у нас борьба Блайнды прежние, 100 и 200 И вот неплохая рука Туз Валет Совершенно очевидно, что последует рейс И Скараб так и поступает 400 фишек отправляются в банк Череда ходит до Йоргенсона Также он сбрасывается Сосед присоединяется И вот у другого Скандинава Две пятерки И он входит в банк колом Годерстад Кузьмин сбрасывается на большом бланде И в банке остаются два игрока Достаточно стандартная вот такая ситуация И Скараб ловит Валета на флопе И предлагает противнику атаковать чеком Но тот не торопится Не очень хорошая карта для Годерстада Теперь ему будет непросто поверить В Валета в руке Скарупа И вполне возможно, что сейчас он заплатит ставку Нет, он даже сам ставит Идеальный сценарий для Скарупа Изображает он тяжелые раздумья Может быть его немножко смущает флэш-дро Но совершенно очевидно, что он останется в этом банке Причем, если упадет еще одна трефа То смущать его уже ничто не будет У него трефовый туз Просто калирует Падает пика Продолжает свой слухлэй Скаруп Но Годерстад уже не собирается попадаться в ловушку Пропускает торги Смотрит на трех валетов противника И сбрасывает в темную свою пару Похоже, все-таки Скаруп выжил все, что можно Учитывая все-таки класс противника Вряд ли он мог взять больше банк в этой раздаче Да, конечно, с той рукой, которая была у норвежца И он сыграл абсолютно правильно И, наверное, датчанин не мог с него добрать ничего больше Продолжается у нас борьба Тео Йоргенссон показывает свои карты в камеру Не самая лучшая рука Понятно, что он отправляется в пас Туз-7 постигает та же участь Очень консервативная игра Экс-чип-лидер также Сбрасывает карты в пас Александр Кузьмин, похоже, будет первым Из игроков, которые войдут в этот розыгрыш У него Туз-10, он делает небольшой рейс Неприятная ситуация для представителя России Его рука доминируема Впрочем, он об этом не знает Просто уравнивает Скаруп на баттоне Скус-валет Мог он сделать 3-бет в этой ситуации Заколировать тоже неплохое решение Плохо выбросить Все-таки Кузьмин атакует с поздней позиции И у него может быть, ну, практически любая рука Уроженка Вьетнама, Лис Лью Также присоединяется к этому банку колом Таким образом, трое посмотрят флоп И Кузьмин ловит старшую пару Скаруп остается без совпадения Скорее всего, мы его не увидим в этом розыгрыше А у Лис Лью совпадение с пятеркой Но ей тоже будет нелегко остаться Впрочем, она может вполне решить Что противники атаковали с какими-то оверкартами И ее пятерка играет Большую ставку делает Кузьмин Пытаясь сразу определиться на флопе Стоит ли ему продолжать розыгрыш Неужели Лис Лью собирается калировать? Может быть, ее смутил размер ставки от Кузьмина Она посчитала, что наш игрок блефует С рукой типа Туз Король Но мы же видели, что Александр ни разу не ставил флоп, не поймав совпадение Изучает Александр внимательно По-моему, размер стека Лис Лью И идет ол-ин Ну, я думаю, что сейчас американке все должно быть понятно Никакого флэш-дронет на доске Но она говорит колл Не очень понятное решение Оно может быть оправдано только размером стека Если это было чтение противника, то чтение очень скверное Грубую ошибку она допустила, переставив ставку Кузьмина И, видимо, уже по шансам была вынуждена доставлять Кладут двойку бубновую на терни Добавляется флэш-дрол Кузьмина Но еще одна пятерка Приносит все-таки ему победу Да, пятерка была именно бубновая И трипс Лис Лью не работает Потому что у Александра Кузьмина старшая комбинация флэш Причем нацевый флэш Очень неплохо он поднялся на этом телевизионном столе Как мы помним, начинал он со стеком менее пяти тысяч То есть Александр Кузьмин утроился А лидер у нас прежний, Шеволд У него почти тридцать тысяч фишек Возвращаемся на телевизионный стол Очередной рост блайндов 150-300 Тел Йоргенсен, который Также очень неплохо проводит время на телевизионном столе Он более чем утроился С четырех тысяч до тринадцати тысяч Сбрасывает дамы-валет разномастные Как дела у чип-лигера Семь с картинкой, по-моему, это был король Но это уже не важно Александр Кузьмин также решил отдохнуть А проснулся Петерсон У него 7.8, одномастные коннекторы Он зашел Колумб с малого блайнда И Лис Лью пропустила торги с дамой-девять Классическое противостояние малого и большого блайнда И классическая ситуация, когда Лис Лью пропустила торги с лучшей рукой Она могла сделать рейс на префлопе, попытаться выбить противника Вместо этого она поймала старшую пару и безнадежно позади У Петерсона готовый стрит Да, в такой ситуации, как бы Лис Лью не покинула турнир в этой раздаче Шансы, на мой взгляд, очень высоки Ставит Петерсон И вот что теперь делает Лью? Ну, похоже, учитывая размер ее стека и наличие в руке Старшей пары придется вылетать из турнира Да, если она ставку Кузьмина переставляла с третьей парой То что она сделает с топ-парой, даже страшно подумать Все-таки, да, делает ререйс С трудом скрывает, мне кажется, улыбку шведский игрок Да, улыбку и даже легкое ликование такое То есть, очень приятно так ощущать, что противник просто на крючке С которого фактически, ну, не может уже спрыгнуть Все-таки не очень хорошее это поведение Там у Лис Лью совсем мало фишек осталось И она должна уравнивать ол-ин практически с любой рукой Напрасно так долго думает Петерсон Да, многие покерные профессионалы считают вот такое поведение неэтичным Пожалуй, я с ними согласен Петерсон идет ол-ин Ну и, похоже, Лис Лью все прекрасно понимает Равно как и отдает себе отчет в том, что для нее турнир, похоже, заканчивается Да, так и есть Менее двух тысяч ей оставалось доставить Практически без аутов Лис Лью Рано-ранер фулл-хаус только ее выручает И все Без аутов она остается Дроуин Дед, так называемая ситуация И все Ну что ж, не скажу, что какую-то блестящую игру продемонстрировали Лис Лью Но все равно неприятно остаться без общества столь приятной дамы Между тем, у Александра Кузьмина супер-рука Сильнейшая, как в шутку говорят многие игроки Два черных туза И он с ней заходит колом С ранней позиции Ну что ж, может быть, кто-нибудь переставит Вот на это надежда главная И не исключено, что так и произойдет С парой восьмерок Гудерстад делает рейс С малого блайнда Идеальный сценарий для Кузьмина Единственное, о чем ему надо заботиться, думать Чтобы не пришла восьмерка на флопе Ну, разумеется, если бы Александр знал, что у соперника пара восьмерок Сделает ли он кол или переставит И то, и то не ошибка Но мне кажется, что Александр склоняется просто к колу Так и есть Ну, и теперь многое решит флоп Флоп, по-моему, очень хороший для Кузьмина Гудерстад вполне может решить, что на таком сухом флопе можно атаковать И он впереди Он делает приличную ставку Ну и сейчас уже нет смысла слоуплеить Надо переставлять Надеяться на то, что противник попал в этот флоп Тем не менее Александр так не считает и просто уравнивает Ну, немножко он рискует, но вполне этот риск может и окупиться Прекрасная карта выходит на терне Гудерстад по-прежнему может считать, что он впереди Тройка никак не могла помочь Кузьмину И, разумеется, тройка никак не могла помочь и Гудерстаду Поэтому Кузьмин абсолютно уверен в том, что у него лучшая рука Но, с другой стороны, все-таки Гудерстад уже сейчас должен думать А что ж противник так уверенно коллирует? Ну, может быть, не уверенно Может быть, с какими-то там раздумьями, сомнениями Но, тем не менее, коллирует Вот интересно, что сейчас делает Александр Делает рейс Александр Неприятная новость для норвежского игрока По-моему, сейчас Гудерстаду вот уже все ясно Что он имеет дело со старшим паром Сможет ли он сбросить пару восьмерок в этой ситуации? Конечно, анализ это хорошо, но эмоции все-таки владеют игроками во время турнира И очень часто они берут вверх Ну, хорошо, что вот он не торопится Взял паузу Уже вроде бы примерился И не смог подавить этот импульс Доставил Может, в последний момент посчитал, что у противника две пиковые карты Он блефует Ну, вот теперь Александр может проиграть эту сдачу Только если он сбросит карты в пас Разумеется, этого не может просто произойти Пропускает торги норвежец Несколько запоздало Он нажал на тормоза В банке уже больше 13 тысяч Ну, и Александру, наверное, надо все-таки поставить Вопрос, сколько? Ну, ему надо поставить, видимо, ол-ин Потому что совсем мало у него остается И как знать, может быть, этот ол-ин спровоцирует противника на кол Ставка 3 тысячи в банк 13 тысяч Очень хорошие шансы банка у Гудерстада для кола Но, конечно, совершенно непонятно, какую руку он бьет И молодец, он все-таки сбросился Надо было сброситься еще на терне Совершенно верно Все-таки под влиянием эмоций он там заколировал И теперь все-таки признал свою ошибку Ну, действительно, лучше признать свою ошибку, чем упорствовать до конца Продолжает наращивать стэк Александр Кузьмин Ну, а у его соперника фишек осталось совсем немного У нас появляется новый игрок за телевизионным столом Смена караула Посмотрим, как он себя зарекомендует Под прицелами телевизионных камер Борьба продолжается Пока не представляют нам этого игрока Ну, судя по всему, он пребывает в неплохом расположении духа Ну, а между тем, Кузьмин сбрасывает 2-5 в пас Хорошо, он разыграл двух тузов Теперь можно и отдохнуть Какими-то баррикадами перекрыл камеру Появившийся на телевизионном столе спортсмен Американец Уилсон У него две тройки И он двинул все фишки в центр стола Не лучший момент Конечно же, с двумя девятками Немец Шарф переставляет в свою очередь валын, изолируя Уилсона И, похоже, в одну раздачу может закончиться телевизионная карьера американского игрока Да, не исключено, что настроение ему здорово испортит Вот так я и думал, так я и знал Ну, что ж поделать Вот просит чудо Но пока не дождался он его Те же жалкие 12% у Уилсона Только тройка дает ему сет И лучшую руку в этой раздаче Семерка ему совсем не помогает Вот теперь уж точно только тройка Нет Вот и все Такая вот короткая карьера на телевизионном столе Короче, просто придумать невозможно Одна сдача Очень тихо сидел немец Шарф Сбрасывал карты в пас Но в нужный момент обнаружил у себя пару девяток И выиграл более двух тысяч фишек Не так плохо Очередная перетасовка И на телевизионном столе появляется действующий чемпион Гранд финала ЕПТ Голландец Роб Холлинг Выходит на телевизионный стол Матс и Ремарк Еще один скандинавт норвежец Кристиан Ульриксон Хороший стэк у него больше 33 тысяч фишек Да, похоже, полностью сменяется состав Очень неплохой игрок Ричард Ашби У него более 18 тысяч фишек Еще один известный британец Джон Кабаж Приезжал он, кстати, в Москву Точнее, в Завидово Видели мы его там Один из немногих иностранцев А это крестный отец норвежского покера Тор Хансен В отличие от всех молодых он играет очень тайтого Тем не менее, это первый профессиональный покерист Норвегии Еще один легендарный английский игрок Барни Ботман И немного теряется Андреас Флурри, малоизвестный По крайней мере для нас игрок из Швейцарии Да и стэк у него небольшой Ну что ж, очень интересный состав На телевизионном столе Может быть, борьба пойдет поживее Ботман не показал карту в камеру Но, судя по всему, рука была плохая Туз-10 у Роба Холлинга Всегда он очень флегматичным выглядит А здесь наоборот Энергично двигает челюстями Делает рейс 600 И Ульдриксон уравнивает Не видим мы его карты Потому что в этой раздаче мы будем видеть только карты голландца Что скажет крестный отец? Норвежского покера тоже присоединяется К этому банку, таким образом трое увидят флоп Ну что ж, по-моему, очень неплохой флоп для Холлинга Неплохой, в то же время достаточно опасный Потому что непонятно, какая более слабая рука платит ставку И Хансен и Холлинг пропускают торги И Ульдриксон, находящийся в позиции Делает ставку Пытаясь забрать банк После того, какого противника показали слабость Ну, Холлинг Почти мгновенно калирует Нелегко ему расставаться со своим тузом На терни выходит повтор шестерки Сет шестерок теперь менее вероятен И Холлинг Я думаю, абсолютно уверен, что у него лучшая рука Притормозил Ульдриксон Падает двойка на ривере И теперь надо добирать Ставкой не очень большой Две тысячи, две тысячи двести Да, где-то в таком диапазоне Может быть, какая-нибудь пара семерок в руках Ульдриксона оплатит эту ставку Нет Даже решил не связываться Видно, хотел сказать, ничего не было Но туз напугал норвежца И он принял абсолютно правильное решение Даже не дал себя добрать Практически угадал я его руку Но норвежец сыграл очень хорошо с ним И не стал сравнивать ставку от Холлинга Блайнды у нас прежние 150-300, Анте 25 8-10 отправляются в пас Следует Серия аналогичных действий 4-9 Трудно с такой рукой бороться Уриксон делает рейс Свалит семь червей Сейчас мы будем наблюдать все больше рейсов С не очень хорошими руками Потому что в середине стола появились Анте И это лаковый кусок для агрессивных игроков Ну а Кабач Просто коллирует У него супер рука Два туза Провоцирует он противника на активность И может быть напрасно Дает ему бесплатную карту К счастью, это не черва Очень аккуратно разыгрывает своих тузов Кабач И два раза прочекать Это, конечно, очень тяжело для молодых игроков из Скандинавии И Уриксон делает ставку Хотя у него нет абсолютно ничего Кроме дро Ну, сейчас логично, наверное, все-таки переставить Заставить противника Если уж у того есть дро, то платить не по шансам Так и есть Делает приличную ставку у англичанин Ну, мы видели иногда, что скандинавские игроки Даже имея 20% все-таки коллируют Надеются Довольно глубокие Возможно, он рассчитывает на потенциальные шансы Представим себе, что на ривере упадет червовый туз И англичанину будет очень нелегко сбросить цвет тузов Но нет Уриксон выкидывает свои карты в пас Да, два отличных лейдауна он показал Просто здорово чувствует силу противника А вот в чем дело У англичанина практически не было уже стека Тогда действительно никаких потенциальных шансов банка И достаточно легкий пас Что у чемпиона Рука не очень Балет 8 И Ремарк также сбрасывает А Ульриксон очень активно играет 7-9 и он делает рейс Не в добрую годину, похоже Он это затеял Кабаш просто уравнивает С рукой туз валет разномастная Что скажет Ботман Ботман делает Принимает любопытное решение Объявляет ререйс Дама 10 червей Так называемый сквиз плей Она пытается выдавить Одного удалось А что скажет Кабаш Рука у него очень неплохая Безусловно, он очень хорошо знает Творческую манеру Ботмана Часто они играют в одних турнирах Но это знание ему не помогло И Ботман без боли В стиле Дэна Харрингтона Забирает банк Разводит руками Кабаш Возможно, он подозревает Что у него была лучшая рука Но уравнивать Или переставлять тем более валы Он не мог У Ботмана марияж Правда, разномастный И он продолжает Развивать свою активность Рейс 500 Мы будем наблюдать Только карты Ботмана Вот мы видим Что Ашби уравнивает ставку Еще один англичанин Кабаш думает Его карт мы также не увидим Сбросим салон И на флоп выходит Два игрока И у нас Барни Ботман И старшая пара Ашби пропускает Небрежно бросает Тысячную фишку Ботман Получает мгновенный ререйс Это Ашби Но не думаю, что Ботман Выйдет из этого банка Объявляет Практически не думая Махнул рукой Объявил о лин И то, что Ашби думает Это хороший знак для Ботмана Значит, у него не сет Скорее всего, флэш-дро Возможно, более слабая дама Стус-дама Он тоже бы так долго не думал Совершенно очевидно Что рука Ашби слабее Перебирает он фишки Да, решение непростое Ну, допустим Дама 10-3 в такой ситуации Прекрасная рука Хоть он и позади Но уравнять вполне можно Просто мука Тут дама валет, допустим, у него И не может он решиться Просто мука Написана на лице Ашби Не может решиться Сбросить эту карту А здесь, конечно, интересно погадать Что у него Не исключаю, что вообще Может быть все, что угодно Вряд ли он бы устраивал Такое театральное представление Решается все-таки уравнять Калирует И, судя по его довольному виду Валет 10 треф Все-таки Хоть что-то И теперь трефа выручает Ашби Либо валет Еще один валет Либо десятка Дополнительные ауты на ривере 8 треф И Ашби удваивает свой стек Закрывается Флэш на ривере А вот Ботману Можно только посочувствовать Ашби плохой укол сделал все-таки Был он позади Не зря он так долго колебался Понимает, что Как говорят Свезло ему здесь Но Что можно сказать? Выиграл Удвоился Надо, конечно, понимать, что Первые сезоны Да и сейчас Передачи европейского покерного тура Готовят английские телевизионные бригады Разумеется, они с большим удовольствием Показывают своих игроков И даже столь малосодержательные их действия Как расстановка фишек в столбике Очередной марияж мы наблюдаем На сей раз он у Ашби Одномастный Король-дама И он счел эту карту Достаточной Для Кола И Барни Ботман вполне может доставить Но он предпочитает пойти Алл-ин С парой двоек Ах, у него Совсем небольшой стек 1950 фишек Покалечил его Ашби В предыдущей раздаче Ну, пара двоек Это все-таки Хоть какая, но рука Ну, конечно, Ашби доставит В этом нет ни малейших сомнений Ну и Классический Коинфриб Две двойки Что интересно Они более сильная рука, чем Туз Король Однако, как мы видим Король-дама Одномастная Старше Боевой флоп падает Флэш-дроу Ботмана У Ашби Старшая пара Ну и теперь Ботману нужна Либо двойка Либо треха Ни того, ни другого На ривере нет И вот так вот В две раздачи Против Ашби Барни Ботман раздал Весь свой стек И отправляется домой Так вот Пострадал От руки Своего соотечественника Которого, я думаю Он очень хорошо знает Блайнда по-прежнему 150 и 300 Анте 25 И слово за Робом Холлинг Давно мы его не видели В деле И в этой раздаче Также не увидим А вот у агрессивного Норвежского игрока Довольно хорошая рука Две дамы И он делает рейс Кстати, неплохие шансы Он имеет Что-то здесь Собрать С противников Потому что он Довольно часто Играл вот именно Таким образом Делал Агрессивные рейзы Ну а здесь Просто Ашби уравнял И теперь прекрасная ситуация Для Сквиза У Джона Кабажа Возможно у него Какое-то Нехорошее предчувствие Но трудно В его ситуации Иначе разыграть Туздаму Он объявляет И мгновенный колод Ульриксона Они остаются Вдвоем Плохие новости Для Кабажа Ни одной дамы Нет в колоде Но впрочем Дама Особо никому И не нужна А вот Туз нужен Нужен он был Кабажу И теперь Мы видим 5% Но на самом деле Без аутов Практически остается Ульриксон Вот только на ривере У него Появляются шансы На стрит Но семерка Дает возможность Джону Кабажу Удвоить свой стэк Крайне недоволен Ульриксон Его можно понять Ну что ж Проиграл 70 на 30 Такое В покере бывает Сплошь и рядом Да трудно поверить Что он увидел Это впервые Хотя можно так подумать По его расстроенному лицу Вот так вот Завершился Первый день И пяти Монте-Карло Гранд финал Патрик Антониус Вынужден был Зачехлить ракетку Такая вот Игра слов Дело в том Что Патрик Долгое время Был профессиональным Теннисистом А у некоторых Других игроков Дела складываются Неплохо Вот вы видите Какой прекрасный Стэк у Дастина Дирксона Отобравшегося На этот турнир В онлайне Игрок из Америки Почти 50 тысяч Ну а нам Нам сейчас Покажут Чипкаунт Лидирует Арно Мимран Француз Очень большой У него стэк Почти в 9 раз Он увеличил Стартовый стэк А вторым идет Маркус Гольц Развестный австрийский Игрок Также мы видим В списке Дастина Дирксона И норвежца Свера Сунду Ну а мы на этом С вами прощаемся Смотрите И пяти На канале Про покер Для вас работали Михаил Савинов И Денис Григорьев